Слава Украине! Приветствуем от Полонского! Наша любимая рубрика Потери российско-фашистских войск в Украине На сегодня, на какое там уже 27, наверное, да, 27 февраля 2024 года Надо сказать, что только что шлепнули очередной бандитский Су-34 путинский, уткнулся мордой в песок, это уже официально укандропуплен, но пока он в эти в эту статистику не входит ничего, посмотрим все остальное Значит, что у нас сейчас происходит Рашисты продолжают атаку мясные штурмы практически по всей линии фронта В районе Авдеевки наши выровняли свои позиции с тем, чтобы там никто не был в полуокружении скажем так, чтобы никакая воинская часть не осталась в полуокружении или в окружении То есть выровнена линия фронта в районе Авдеевки Все вроде бы там замерло Дальше в районе Бахмута тоже продолжаются штурмы российских бандитов пока что без успеха Они же штурмуют в районе Луганской области стык Луганской, Харьковской областей так называемое Купинское направление без успеха Крынки тоже без успеха В районе Работина продолжаются мясные штурмы Завалено мясом Все, что только можно Продвижения у расистов нет Ну вот было Единственное, я же говорю В момент, когда наши вышли и стабилизировали линию фронта в районе Авдеевки Там было проседание Но опять-таки оно было по нашей инициативе Потому что линия фронта просто выравнивалась дабы была дабы никто не попал ни в какое окружение За вчерашний день у Кондропуплина и отправлено курсом русского военного корабля 850 вооруженных путинских боевиков Общее количество путерастов которые пришли с оружием на нашу землю убивать женщин и детей но что-то у них пошло не так составляет 411 550 штук Вчера был разбит один расистский танк 6556 всего и 16 броневиков различных типов в основном БМП 12494 всего Ну, видим, шнурмы мясные пытаются по минимуму жечь свою технику потому что она долго не выдерживает дроны ее разбивают сразу же а вот пехоту им не жалко то есть скажем так лишний состав Путину вообще не жалко он готов его гасить десятками тысяч ему все равно да 16 артсистем за вчерашний день 10 тысяч 9 всего да, о, наконец-то десятку перешли круглое число артиллерий у Кондропуплина 10 тысяч если я так не ошибаюсь по-моему я не ошибаюсь в российской армии перед началом российско-украинской войны перед большой войной потому что не 14-й год имеется ввиду сейчас было по списку всего 20 тысяч стволов плюс-минус из них 10 тысяч уже нет в каком состоянии оставшиеся 10 тысяч хороший вопрос видите как Путин и путинская банда сейчас просто с выреченными зеньками пытаются что-то сделать что-то показать на фронте проблема в том что им нужен результат сейчас долго увидите долго в этом темпе они не продержатся пушек нет вот те что остались они в не лучшем состоянии там стволы черти какие они открытого хранения там стояли десятками лет иди их теперь запусти а все более-менее прилично уже разбито так что под кое-какие типа гиацинта вообще нет снарядов и Ким Чен Ин не поможет у него гиацинта нет там другая там калибр 152 миллиметра но снаряд совсем другой вот так так самолеты-вертолеты 340-325 пока не учтен этот Су-34 учтем его завтра будет 341 Су-34 кстати стоит 36-40 миллионов долларов это истребитель бомбардировщик с него швыряются кабами беспилотников 22 штуки всего 7 729 за вчера но в основном шахеды и две крылатые ракеты Х-59 1912 сбито с начала российско-фашистского вторжения 28 грузовиков уничтожено общее количество путинских грузовичков которые в Украине пострадали так сказать 13 065 и 8 единиц спецтехники различной это хорошо когда она минусуется 1588 в общем количестве и так ребятки мы видим что расисты продолжают мясное наступление своим фаршем практически на всех участках фронта но каких-то больших дивидендов им это не принесло но Путин как баран уперся и продолжает со своей армией делать фаршмак нет проблем до сих пор до сих пор до сих пор до сих пор